Товарищи автолюбители, попрошу быть повнимательнее. Информация для вас, ну и для меня тоже. Проект правительственного постановления, который содержит обновленный перечень неисправностей авто, проходит финальное согласование в Кабмине. Если он будет принят, у ГИБДД появится много новых поводов, чтобы нас с вами оштрафовать. По порядку давайте. Законопроект по контролю за неисправными автомобилями был разработан еще в 2020 году. В нем прописали возможность запретить эксплуатацию ласточек серьезными неисправностями, которые, цитата, создают угрозу безопасности дорожного движения, а именно неполадки тормозной системы, рулевого управления, а также неработающие фары и стеклоочистители. Долгожданный проект содержит и другие неисправности. Горящие на приборной панели индикации о проблеме с АБС, чрезмерная тонировка, неработающий стоп-сигнал и корректор фар, использование летних шин зимой, кстати, напомню, периоды летнего и зимнего сезонов регионы смогут определять сами, а также установка нештатных ламп фары, например, ксионовые или светодиодные, которые просто могут ослеплять встречных водителей. Тут я яростно плюсую, на трассе таким установщикам очень хочется навстречу дальней вырубить. Ближе к теме. Штраф за все эти неисправности 500 рублей. Не смертельно, но владелец авто должен будет устранить неполадки в течение 72 часов и пройти вне очередной техосмотра. А если он этого не сделает, тогда дорожные полицейские будут вправе аннулировать регистрацию транспортного средства при повторной проверке. Пам-пам. Когда проект согласуют, он будет направлен на подписание премьер-министру Михаилу Мишустину. И все описанные выше новшества могут вступить в силу уже с 1 сентября текущего года. Так что, друзья, следите за новостями и за своими машинами. Еще один момент и закончим с автомобильной темой. Это я вам обещаю. Это важно. В Тюмени на всех платных парковках изменилось время бесплатного пользования. Теперь оно с 18.00 до 9.00. До 9 утра, уточняю. Новый режим действует на всем платном паркинге, за исключением парковки на набережной Туры. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова